МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Гробовский забрасывает свою первую шайбу на чемпионате мира по хоккею и выводит белорусов в кандидаты на попадание в стадию плей-офф. За эмоциями мирового форума из столицы Беларуси следил и наш оператор. И Могилёвщина была родоначальником футбола. Могилёве написан первый футбольный устав. Могилёвщина футбольная книга с таким названием выходит в свет в конце мая. В ней история нашей игры. Долгожданное событие. В горках завершили строительство конного манежа. Сборная Беларуси после победы над швейцарцами имеет реальные шансы на выход в стадию плей-офф. Это может случиться на следующей неделе. А пока ждём игру с финами и смотрим программу «Спорт М. Спорт Могилёвской области». Приветствуем вас. Итак, сборная Беларуси в числе лидеров своей группы на чемпионате мира по хоккею. Укрепим положение? Узнаем после матча с финами. А пока делимся с вами эмоциями чемпионата мира через объектив нашей камеры. Беларуси в числе лидеров своей группы на чемпионате мира. Лидеров своей группой на чемпионате мира. Лидеров своей группы на чемпионате мира. Об Weber на чемпионате мира. Майский хоккей в Минске так и манит болельщиков со всего мира. Подключайся и ты. Впереди еще 10 дней. Могилевщина футбольная. Книгу с таким названием скоро можно будет увидеть на полках книжных магазинов. Труд могилевских журналистов, ветеранов футбола, отражен на страницах этой книги, пока еще в черновом варианте. Его показывает руководитель проекта, председатель областной федерации футбола Анатолий Глаз. Здесь наша футбольная история, воспоминания, статистические справки, фотографии. Начиная с прошлого века по сегодняшний день. Более 100 лет история футбола Могилевщины. Могилевщина была родоначальником футбола. Могилеве написан первый футбольный устав, который был переиздан в 1911 году, который действовал до 1940 года. Идея создания книги появилась три года назад, на столетие футбола в нашей области. Для меня самое главное было то, чтобы в библиотеках, в школах, в спортивных учреждениях появился концентрированный труд о развитии футбола в Могилевской области. Авторский коллектив это журналисты Могилевщины и ветераны футбола. Материалы передавали очень уважаемые люди, такие как Николай Иванович Патриваленко, Владимир Васильевич Ляткин с Бобруйска. Работал Евгений Булава, работал Вадим Брезинский. Труд этих людей и историю десятков команд, сотен футболистов, тренеров, судей можно будет увидеть уже в конце мая. К этому времени планируется, что книга выйдет из типографии. В футбол играют настоящие девчонки. Пока мужские взоры нацелены на чемпионат мира по хоккею, здесь, в Могилеве, проводят школьное первенство. Это уже финальные игры. Чемпион известен уже? Да, 43-я школа, она досрочно уже стала победителем соревнований. Там девчонки из спортивного класса, поэтому они легко, непринужденно, как бы. Тем более победитель республиканских Олимпийских Дневной Ладежи. Турнир хоть и не оброс еще истории, но интерес к футболу девчонки проявляют. Подходили к городским соревнованиям со всей ответственностью. Отсюда и конкуренция налицо. В борьбе за серебро и бронзу сразу 4 школы претендента. Я играла за школу, мне понравилось, я решила пойти. Голы, радость. Просто нравится футбол. Ну что надо сделать, чтобы забить гол? Хорошо атаковать соперника. Отдавать хорошие пасы, как бы слушать подсказки тренера. Хорошая передача. Друзья, у вас еще есть возможность понаблюдать за игрой этих девчонок. Последние матчи пройдут в пятницу с двух часов дня. Место проведения район реки Дубровенко на проспекте Мира. В Горках завершили строительство конного манежа. Событие долгожданное. Три года юные спортсмены, их тренеры и родители наблюдали за работой строителей. И вот почти все готово. Погодные условия у нас. И зимой, и летом нестабильная погода. И снег, и дождь, и морозы. Иногда тренировки из-за плохих погодных условий приходится отменять. Дети занимаются в конюшне, снаряжением. Чистка и более тщательно, и лошадей. Но ребенок, прежде всего, приходит для того, чтобы поездить на лошади. А не просто прийти и чем-то в конюшне заняться. Но мы рады нашему манежу, который позволит нам более хорошо готовиться к соревнованиям. Официального открытия конного манежа еще не было. Наутренировки здесь уже проводят. Манеж не самый большой, но для качественной подготовки наездников и их четырех многих друзей вполне достаточно. Главное – крыша над головой. Здесь же в одном здании конюшня. Апартаменты для лошадей самые комфортные. Остаются последние штрихи, и можно справлять новоселье. Сегодня конным спортом в горках занимаются около 40 детей. Эти ребята влюблены в лошадей. Семилетняя Таня Залешонок даже разговаривает со своей графикой. Как у нее сегодня дела? Готова ли она ездить, прыгать? Ну, она мне иногда и головой кивнет. Гореская школа конного спорта в Могилевской области одна из двух. Есть еще в областном центре. Выступают гореские ребята стабильно. Например, из трех стартов в нынешнем году без призов не возвращались. Конечно, больше нарабатывает на результат лошадь, но от наездника зависит не столь малая доля. То есть наездник тоже должен хорошо себя контролировать и быть уверенным в себе. Конный спорт в горках имеет традиции. Этот вид культивируется здесь более 30 лет. С появлением манежа местные конники с оптимизмом говорят, все только начинается. Ну и в завершении выпуска уже по традиции спорт М расскажет о событиях ближайших дней. В пятницу в 7 часов вечера на Спартаке областной Адерби Могилевский Днепр в матче 8-го тура чемпионата страны по футболу принимает Бобруйскую Белшину. На данный момент команды располагаются на двух последних местах в турнирной таблице, имея в активе по 5 очков. Более тысячи могилевчан примут участие в городской легкоатлистической эстафете, посвященной Дню работников физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет 17 мая в Могилеве, начнется в 10 часов утра на стадионе Спартак. Там состоится торжественное открытие эстафеты и награждение лучших коллективов физической культуры и спорта по итогам городской круглогодичной спартакиады минувшего года. Далее будут даны старты участникам соревнований. Им предстоит преодолеть расстояние от центрального универмага до драматического театра. Церемонии награждения и закрытия мероприятия запланированы на половину первого дня. Более 200 пауэрлифтеров со всей Беларуси будут соревноваться в Могилеве с 16 по 18 мая. В спорткомплексе «Олимпийц» пройдет первый чемпионат Беларуси по классическому пауэрлифтингу в Жемележе и второй чемпионат страны по классическому пауэрлифтингу в Троеборе. Соревнования стартуют с 11 часов утра. Приходите, будет интересно. И на этом все. Смотрите программу «Спорт М» на телеканале «Беларусь-2» и болейте за нашу сборную на чемпионате мира. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!